И в этом году Бог дал мне воединение, когда я был воединением, я разговаривал с Богом, говорю, Господь, как ты хочешь, чтобы мы назвали год в нашей церкви? Как ты хочешь, чтобы мы, какой ты хочешь дать нам напустие, направление для того, чтобы в этом году мы были сфокусированы на том, что важно для тебя, именно для нас? Знаете, я знаю много церквей, которые в этот год, в этот день, они давали те названия, которые Бог давал для них. И точно так же Бог дал для меня. И сегодня год будет называться «Определись, на каком месте Иисус в твоей жизни». Определись, на каком месте Иисус Христос в твоей жизни. Почему Бог дал мне это слово? Я дам такую предысторию. Потому что, знаете, Бог уже дал нам все. Он дал нам благословение, Он дал нам жизнь. Он исцелил, Он освободил, Он дал прорыв, Он дал новую надежду. Кто-то не имел работы, Он дал работу. Кто-то не имел семью, Он дал семью. Кто-то не имел финансы, Он благословил финансами. Кто-то не имел детей, Бог дал детей. Но знаете, в этом всем, в этих всех благословениях мы порой забываем, кто есть Иисус Христос в твоей жизни. Порой мы забываем, что важно для Него. Порой мы уже настолько привыкли жить вместе с Богом, что мы уже забыли прославить Того, кто достоин. И в этом году мы будем своего рода учиться, как жить вместе с Христом. Как жить с тем, кто дает эти благословения. Как жить с тем, от кого зависит все, что есть в твоей жизни. И, конечно же, мы должны сфокусироваться и понять для себя, что Иисус Христос это не последняя надежда, а единственная. Иисус Христос это не... мы бежим к Иисусу Христу не тогда, когда уже все разрушилось, а в начале. Иисус говорит, прежде всего совершайте молитву. Прежде чем что-то сделать, совершайте молитву. Проснулись, совершите молитву. Ложитесь спать, совершите молитву благодарения. Делайте какое-то начало, спросите у Господа наставление. Делайте какое-то наставление для своих детей, спросите у Бога, чтобы Он дал вам мудрость, как наставить своих детей. Прежде всего совершайте молитву. Давайте мы в этом году осознаем, что Иисус Христос, Он номер один для тех людей, кто отдал свою жизнь для Него в первую очередь. И также Иисус Христос это номер один для тех, кто еще Его не позвал. Он единственный. И когда я спросил, говорю, хорошо, а какое же слово мы будем разбирать для того, чтобы увидеть эту важность? И в Библии есть разные описания этого местописания, но мне понравилась Марка. Но прежде чем мы будем читать этот отрывок, я хочу, чтобы вы как бы вошли в это. То есть Иисус Христос, Он шел по земле. Он исцелял слепых, Он исцелял, воскрешал мертвых. Он давал там будущность, давал надежду, давал покаяние. Он учил фарисеев, учил книжников, учил людей, которые приводили к нему блудниц. Он освобождал блудницу, защищал своего рода ее. И Он никогда не спросил у своих учеников, как я, круто ли я исцелил сегодня? Или освободил, или там воскресил. Как я был сегодня? Но этот вопрос, который задал Иисус Христос своим ученикам, Он потряс меня. Почему? Потому что, когда Он спросил учеников, то, что мы будем сейчас изучать, многие ученики, они как бы попали в такой, как бы своего рода, как знаете, как ступор. А действительно, а кто для меня Христос? Давай начнем. Итак, Марка 8 глава, 28 стиха. И пошел Иисус с учениками своими вселения Кесарии Филипповой. Прежде чем я начну говорить, вы должны понять, что в 2018 году Бог хочет показать нам, что Он движется. Он движется. Он не стоит на месте. Знаете, на сегодняшний день мы настолько уже в зоне комфорта, что мы забыли о том, что Бог движется. И сегодня мы должны принять это, что в 2018 году Бог будет двигаться в твоей жизни. Если что-то на сегодняшний день не устроено, Бог хочет двинуться в твоей жизни. Он хочет дать тебе что-то новое. Он хочет, чтобы ты не стоял на месте. Он хочет, чтобы ты не привыкал к тому, что уже на сегодняшний день привычно для тебя. Если для тебя уже привычно просыпаться в 5 утра на молитву, Бог хочет двинуться. Он хочет что-то сделать новое в твоей жизни. Если для тебя уже привычно, что Бог благословляет тебя, как только ты обращаешься к Нему в молитве, Он хочет двинуться дальше, Он хочет поднять тебя на новый этап в твоей жизни. То есть 2018 год это будет время, когда нужно будет определиться, кто для тебя Христос и что для тебя важнее, Иисус Христос или благословение. Что для тебя важнее, Иисус Христос или то, что ты имеешь на сегодняшний день. То есть в этом году это будет своего рода, знаете, как год отчета, год экзамена. Год экзамена, а что если Христос скажет, отдай это все. Знаете, определись, кто для тебя Христос, Христос в твоей жизни. И вот Иисус пошел по дороге, Он пошел с одного места в другое место, перед этим Он исцелил слепого, перед этим Он сделал много разных чудес и знамений, перед этим Он воскрешал людей. Но тут Он двинулся с одного места в другое место, и за Ним пошли ученики. То есть, знаете, в этом году, я думаю, что это новые этапы для нашей церкви. Иисус хочет, чтобы за Ним двинулись Его ученики. Иисусу уже не важно, знаете, количество, огромные толпы людей. Для Него важно, чтобы за Ним двинулись в конечном итоге люди, которые говорят, да, Иисус Христос номер один для моей жизни. Я хочу двинуться вместе с Ним. Я хочу двинуться в новое что-то. Я хочу двинуться в новое направление. Возможно, для кого-то это будет новая страна. Для кого-то, возможно, это будет новый поднем в бизнесе. Для кого-то, возможно, это будет создание новой семьи. Для кого-то, может быть, это будет принятие ребенка в семью. Бог хочет двинуться в какое-то новое направление. Он не хочет больше, чтобы ты стоял. Знаете, когда Бог вывел израильский народ из Египта, Он ночью шел в столбе огненном, а днем Он шел просто в облаке. И когда Он останавливался, все расставляли шатры. И было уже комфортно. Я сравниваю это как наш лагерь. Мы приезжали в понедельник, расставляли шатры, и было комфортно. Но когда подходила пятница, я понимал, что мне нужно это все собрать, упаковать. И только на два дня, через два дня обратно это все расставлять. Знаете, когда я делал уже девятый или десятый раз, я понимал, что я уже не хочу этого делать. И точно так же сейчас, возможно, мы уже так привыкли, нам уже комфортно. У нас уже расставлены шатры. У нас уже, мы знаем, что у нас будет на завтрак. Мы знаем, что у нас будет после молитвы. Мы знаем, что у нас будет там в школе, или в бизнесе, или в семье. Уже все привычно. Уже все классно. Но в этом году Бог хочет двинуться. Он хочет, чтобы ты собрал свой шатер и двинулся во что-то новое. И не нужно бояться. Нужно довериться Ему. Потому что если Он пойдет куда-то, то там будет больше благословений, чем там, где ты стоишь. Понимаете, о чем я говорю? Если Бог хочет двинуться в какое-то другое направление, в другое место, за Ним пойдут только Его ученики. То есть в этом году будет определяться, ты ученик Иисуса Христа, ты доверяешь Ему свою жизнь. Действительно ли Он номер один в твоей жизни на сегодняшний день? Или это просто так формальность? Мне все классно. Главное, меня не трогайте. Главное, не цепляйте мою... Знаете, в Америке привычно это говорить. Не трогайте мою персоналити. У меня все много. Вы проповедуете, но только мою персоналити не трогайте. Вы делаете все, что вы хотите, но только меня не трогайте. Мою личную жизнь не трогайте. Вы не имеете права на мою личную жизнь. Вы не имеете права на мой бизнес. Вы не имеете права на мою семью. Никто не имеет права. И никто не хочет претендовать ни на что твое. Я говорю сегодня о том, что 2018 год, это будет время, год определения. Действительно ли Христос важен для тебя? Или для тебя важны то, что Он делает? Действительно ли Христос номер один в твоей жизни? Или для тебя важно только дай мне мое для меня? И вот Он двинулся. Он пошел с одного места в другое место. И когда Он увидел, что вокруг Него посвященные... Потому что когда Иисус движется, вокруг Него могут быть только посвященные люди. Люди, которые пришли просто так погреться у Касра с Иисусом, они не пойдут. Они не оставят свой дом, они не оставят своих родителей, как Петр. Он говорит, пошли со мной. И он оставил своего отца и пошел, бросил сети, бросил эту рыбу, бросил эту лодку, которая привычна для Него, и пошел за Христом. Говорит, я знаю что-то для тебя новое. И вот Он идет, и эти ученики вокруг Него. И я представляю эту картину. Пошел Иисус, и многие ученики, возможно, эмоционально. Вау, классно, там будет весело, потому что с Иисусом всегда было хорошо. И вот они идут, и Иисус останавливается и спрашивает у своих учеников, за кого люди посчитают Меня? Кто Я есть для людей? Знаете, этот вопрос, когда я прочитал этот вопрос в своем уединении, я понял, что на самом деле мы редко задаем себе этот вопрос. Кто Иисус Христос в моей жизни? Кто Он для меня, конкретно? Кто Иисус Христос для тебя в твоей жизни? Почему Бог дал мне это слово? Потому что Он хочет задать тебе вопрос. Кто Иисус Христос в твоей жизни? Конкретно. Не в жизни церкви, не в жизни этого города, не в жизни твоего мужа, не в жизни твоих работодателей, не в жизни пастора. А кто Иисус Христос в твоей жизни? Конкретно. И Он говорит ученикам, кто Я для этих людей? И ученики отвечают. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Иоанна Крестителя. То есть, эти ученики, для них этот вопрос был, он застал их врасплох, потому что они не поняли даже, о чем Иисус их спросил. Они говорят, ну, кто-то за пророка, кто-то за Илью, кто-то там за Иоанна Крестителя. Короче, непонятно. Людям все равно на самом деле кто-то есть. Для них самое главное получить желаемое. На самом деле, на сегодняшний день для многих людей вообще не важно, кто Иисус Христос. Для них самое важное получить желаемое. Для них самое важное получить то, что они, возможно, не имеют на сегодняшний день. И многие люди уже привыкли к тому, что Иисус Христос как волшебная палочка. И вот Иисус говорит, за кого посчитают Меня? Кто Я для этих людей? И они не дали этот вопрос. Ну, не дали ответ на этот вопрос. Они говорят, за кого угодно, но только, наверное, не за то, что ты думаешь. И тогда Иисус говорит со своими, поворачивается к своим ученикам и говорит, а вы за кого Меня почитаете? А кто Я для вас? Кто Я для вас конкретно? Кто Я для вас? Знаете, когда Иисус задает такой вопрос, это переоценка. Кто для Меня Иисус Христос конкретно? Он может спросить у тебя, кто Я для тебя? Кто Я для тебя в твоей семье? Кто Я для тебя на твоей работе? Кто Я для тебя в твоем бизнесе? Кто Я для тебя в твоем служении? Кто Я конкретно? Я не знаю, сколько было вокруг учеников Иисуса на тот момент, здесь не написано, но только один человек дал ответ. Петр сказал ему в ответ, ты Христос. В Матфеи написано, ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос. Знаешь, если ты откроешь для себя, что Иисус Христос – это Сын Божий. Если ты откроешь для себя, что Иисус Христос – это Бог, который пришел на эту землю воплоти, для того, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб ни и иной, имел жизнь вечную. Иисус Христос не пришел на эту землю только для того, чтобы решить твои какие-то проблемы. Он не пришел сюда для этого. Он не пришел сюда для того, чтобы дать тебе какую-то новую, какую-то мурашку. О, класс! Нет. Он пришел сюда для того, чтобы одержать духовную победу. Он пришел сюда для того, чтобы спасти каждого, кто поверит в Него. Он пришел сюда для того, чтобы помочь тебе выполнить ту миссию и предназначение, для которой ты был создан, для которой ты был рожден. Он пришел сюда для того, чтобы ты осознал, что Бог живой. Что это не просто фикция, что Бог живой, и Он любящий, и Он любит тебя и знает тебя по имени. Ты Христос, Сын Бога живого. И Иисус запретил им, чтобы они никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшими, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Дальше Иисус говорит, у меня есть миссия. Я был рожден для того, чтобы прийти на эту землю и быть, это Сын Человеческий, Он пострадает за человечество. Он будет предан, Он будет отвержен, первосвященники и старейшины убьют Его, но Я воскресну в третий день. Но Я одержу победу в третий день. Иисус хочет одержать победу в твоей жизни. Тебе просто нужно отдать Ему свою жизнь для того, чтобы Он что-то сделал для тебя. Тебе нужно определиться, кто есть Иисус Христос в твоей жизни. Знаете, есть одна пословица. Если ты поставишь Иисуса Христа на первое место, все остальное станет на свои места. Если ты поставишь Иисуса Христа на первое место в своей семье, Он расставит все на свои места. Тебе уже не нужно будет молиться о муже или о жене. Тебе не нужно будет уже молиться за детей. Тебе не нужно будет уже молиться за внуков или за обеспечение. Потому что Он есть полнота, наполняющая все во всем. Если ты поставишь и определишься, что Иисус Христос, Он Сын Бога Живого, Он есть номер один в твоей жизни, в твоем бизнесе, тогда тебе не нужно будет переживать уже ни за что. Я не говорю, что не нужно будет трудиться, не говорю, что не нужно будет делать какие-то определенные свои обязанности. Нет. Но Он должен стать номер один. Я сегодня разговаривал с одним парнем, у него был день рождения, я его поздравлял. Он говорит, ты не представляешь. Знаешь, я отдал свой бизнес Иисусу Христу. Он говорит, хозяин моего бизнеса. Я говорю, в стране кризис. В стране невозможно пробиться, прорваться. А я благословляю нашего президента. А я благословляю всю его команду. А я благословляю всех людей. Потому что у меня столько обеспечения, сколько у меня не было даже в самые благодатные годы. А у меня благословение. Почему? Потому что я поставил Иисуса Христа хозяином и директором своей компании. Если ты поставишь Иисуса Христа директором своей компании, тебе не нужно будет переживать уже за какие-то проекты или договора, или еще за что-то. Потому что Он должен быть номер один. Он должен стать номер один. Иисус рассказывает своим ученикам о том, для чего Он пришел и что Его ожидает. То есть у каждого из нас, ну каждый из нас в этом году услышит свою миссию. Каждый из нас услышит то, ради чего Он был создан. Каждый из нас услышит в этом году от Господа, что ты должен сделать на этой земле. Для чего ты приехал? Для чего ты был рожден? Для чего ты был перемещен с одного города в другой город, или с другой стороны в другую страну? Каждый человек в этом году услышит, для чего Он был рожден. То есть 2018 год это время, как экзамена. Для нашей церкви. Это Бог дал мне слово для нашей церкви. Это не для всего христианства. Это не для церкви другой. Нет. Это Бог дал для нашей церкви. То есть Бог дал нам слово. И в этом году мы будем жить в этом слове. Дальше что происходит? Дальше происходит еще самое интересное. Это интересное событие, которое на самом деле с Божьей рядом в нашей жизни. Как только мы принимаем решение идти за Христом, как только мы услышим Его миссию, как только мы услышим, что мы что-то должны сделать для Бога, как только мы услышим, что Бог хочет, чтобы ты посвятил немножко на две минуты больше в своей молитве. Знаете, мне Бог сказал молиться пять минут. А в этом году, возможно, Бог скажет, молись уже не пять минут, а пять с половиной. И как только ты услышишь вот этот голос, который Бог тебе скажет, увелись свою молитву на 30 секунд, или Бог скажет, в этом году тебе нужно будет выполнить какое-то служение в моей церкви или в моем городе. Как только ты услышишь какое-то слово, которое Бог проговорит в твоем сердце, произойдет то, что произошло с Иисусом Христом. И говорил о всем открыто, но Петр отозвал Его и начал прикословить Ему. Как только ты примешь решение поставить Иисуса Христа номер один в своей жизни, появятся люди, которые начнут прикословить тебе. Появятся люди, которые начнут сбивать тебя с толку. Появятся люди, которые будут говорить, послушай, возможно, ты неправильно услышал. Ты же не выспишься из-за того, что ты на 30 секунд больше увеличишь свою молитву. Ты же устанешь, если ты пойдешь на ночную молитву экстра день или экстра час. Ты же не сможешь совмещать и работу, и служение. Ты же не сможешь. Как же ты будешь теперь, ну, если ты там добавишь на пол процента пожертвования в церковь. Как ты? Или ты там сделаешь графу помощи еще каким-то нуждающим. Как же теперь ты будешь жить? То есть, как только ты примешь это решение, появятся люди, которые будут тебе прикословить. То есть, в 2018 году, если мы войдем в этот год, в этом откровении, появятся люди, которые будут сбивать тебя с твоего фокуса. Появятся обстоятельства, которые будут сбивать тебя с твоего фокуса. Появятся предложения, которые будут намного перспективнее, чем то, что ты имеешь на сегодняшний день. Знаете, иногда люди имеют что-то, и к ним приходит какая-то перспектива. И, возможно, эта перспектива не от Бога, но эта перспектива заманчивей, чем та, которую ты имеешь на сегодняшний день. И люди бросают, потому что не поставили Иисуса Христа номер один, не спросили, а это есть твоя воля на это? А хочешь ли ты, чтобы я это делал? А действительно ли это в твоем сердце? А действительно ли это то, что ты действительно видишь меня намного дальше? Иногда люди бросаются на какое-то заманчивое предложение, и потом теряют и то, что имели, и то, что думали иметь. Почему? Потому что Христос не был номер один. То есть в 2018 году мы не просто заходим в год, там, ну, мир заходит в год собаки, и будут гавкать целый год. Мне понравилось на Фейсбуке, ну, такой сидит человек, здесь расстроенный такой, год собаки есть, год обезьяны есть, а когда же будет год человека? Знаете, ну, всех есть животных, но вот человека нету. Так вот мы не празднуем год собаки. Мы празднуем в этом году, мы будем жить в 2018 год, определяясь, на каком месте Христос в твоей жизни. На каком месте Иисус Христос в твоем бизнесе, в твоей семье, на твоей работе, в твоих отношениях, в твоем служении, в церкви, на каком месте Иисус Христос в твоей жизни. И вот Иисус рассказывает о своей миссии, говорит, я буду, я прирожден для того, чтобы пострадать, для того, чтобы воскреснуть до третий день, для того, чтобы быть распятым. Меня предадут, меня будет вот так все сделано. И Петр, который только что сказал, что ты Иисус Христос, сын Бога живого, ты тот, который номер один в моей жизни. Дальше Иисус говорит, я церковь на тебе построю. И он отводит Христа и говорит, этого не должно быть с тобой. Ты не имеешь права выполнить то, ты не имеешь права разрушить мои ожидания. Я ожидаю, ожидал, что ты придешь и возглавишь восстание, что мы победим там всех, кто нас порабощает и станем свободной страной. Ты не для этого был ращен. Ну, только пришел в церковь, я прихожу домой такой весь окрыленный, говорю, мама, все так классно, моя жизнь поменялась, Иисус пришел в моей жизни, все, я больше не буду пить, материться там, курить, все, буду только тебя любить и всем помогать. Моя мама говорит, еще раз, ты пойдешь в эту церковь, я закрою холодильник на замок. И знаете, что произошло? Я пошел в церковь и вернулся домой, а на холодильнике висела такая цепь с замком. Я думаю, капец, неужели она думает, что она забьет меня с этой толкну, с этого пути, какой-то едой в этом холодильнике? Неужели она думает, что так произойдет? Я сказал, нет, я буду лучше в пасте, но я буду ходить в эту церковь, потому что я понял, что что-то есть лучшее для меня. Знаете, на этом пути в этом году будут люди, которые будут ставить вопрос ребром. Или я, или Иисус. Или я, или служение. Или я, или же там, какие-то там направления, которые Бог тебе скажет. То есть будут люди, которые будут тебе прикосновить. Знаете, никогда не будет легко, когда ты выбираешь Иисуса Христа в своей жизни. Весь мир ополчится вокруг тебя. Дьявол будет использовать людей в твоей жизни, чтобы сбить тебя с толку. Дьявол будет использовать людей, чтобы ты, не дай Боже, не выполнил в точности, что Бог хочет от тебя. И дьявол использовал Петра. Он же обратился и взглянул на учеников своих, воспретил Петру, сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Разве Петр был сатаной? Разве твоя жена, или твой муж, это сатана? Разве твои дети, это сатана? Разве твой директор там на работе, это сатана? Разве ты сатана, когда ты выбираешь Иисуса Христа в своей жизни, и к тебе приходят мысли, а может ты что-то неправильно себе нарисовал? Нет. Это сатана будет использовать этих людей для того, чтобы сбить тебя с правильного пути. Для того, чтобы сбить тебя с того направления, которое Бог хочет тебе открыть. Для того, чтобы увести тебя от той идеи, которую Бог тебе даст. Он будет посылать тебе же мысли, которые ты будешь сомниматься, ты будешь говорить, это не одно, наверное, что-то я переборщил. Наверное, что-то я неправильно решил. Наверное, я неправильно подумал. И вот и супруг мой меня поддерживает. И окружение мое меня поддерживает. Наверное, что-то я неправильно подумал. Но когда ты поставишь Иисуса Христа на свое место, на номер один в своей жизни, у тебя не будет сомнений. Что бы тебе ни говорили, ты будешь уверен на сто процентов. Как бы тебя не сбивали с толку, ты будешь уверен на сто процентов, что это от Господа, это номер один. И ты наберешься смелости и скажешь, знаешь, я запрещаю тебе сатана. Потому что то, что есть в моем сердце, это дал мне Господь. Потому что Он в этом году и с сегодняшнего дня до конца моих дней, Он номер один в моей жизни. Я знаю, что Христос спросил меня сегодня и сказал мне, кто я для тебя? На каком месте я в твоей жизни? Действительно ли ты настолько уверен, что ты готов заявить на весь мир, что я отдал свою жизнь Иисусу Христу на сто процентов? И даже если Он мне скажет что-то сделать, я это сделаю даже без задумывания. Знаете, как легко определить, на каком месте Иисус Христос в твоем жизни? Это услышать, что сегодня ты должен собрать свой чемодан и поехать в Африку служить. Когда-то мне спросили, а ты бы уехал? Если я услышал, что Христос мне сказал, ты должен уехать в Африку служить, я соберу свои чемоданы и поеду в Африку служить. Если я услышу, что это Христос говорит ко мне. Если ты услышишь на сегодняшний день, когда Христос тебе скажет, все, зона комфорта закончилась, теперь с сегодняшнего дня тебе нужно просыпаться в три часа ночи и один час, как Он сказал своим ученикам, бодрствовать. Ты скажешь, нет, это не Христос. Это кто угодно, но только не Христос. Как определить, Христос это говорит или не Христос? Когда говорит Христос, это не противоречит Слову Божьему. Когда говорит Христос, что нужно начать молиться, это дьявол сказать не может, потому что дьявол не хочет, чтобы ты молился экстра время. если ты услышишь в своем сердце, что тебе нужно экстра взять пост, то это 100% говорит Господь, потому что дьявол не хочет, чтобы ты постился. Если ты услышишь в своем сердце, что Бог говорит тебе, я хочу, чтобы ты начал помогать в церкви, что-то делать, поверь, что это на 100% Христос, потому что дьявол 100% не хочет, чтобы ты делал что-то в церкви. Если ты услышишь, что Бог тебе говорит, знаешь, я хочу, чтобы ты начал служить бомжам, или нуждающимся, или пойти накормить голодного, то это 100% Христос стучит в свое сердце, потому что дьявол этого не хочет. В этом году будет время, когда ты услышишь, что Бог хочет. Но что поможет тебе в этом году сегодняшняя проповедь? Потому что сегодняшняя проповедь о том, что я определился, Иисус Христос на правильном месте в моей жизни. Он номер один. И если я слышу что-то, то это уже я готов это делать. Понимаете, о чем я говорю? Как-то вы так нерадостно в 2018 год заходите. Новый этап, новый уровень. Я есть о чем подумать. Ну, про нас же, знаете, я когда услышал, что Бог хочет, чтобы я проповедовал именно на эту тему, я говорю, ну, говорю, Господь, но это же не так легко проповедовать на эту тему. Правда, легко проповедовать? Бог тебя любит, и Он будет тебя благословлять в этом году. Что бы ты ни делал, Он будет тебя благословлять. И ты будешь сидеть такой, вау, вот это год правильный. Правильное. Вот это то, что я хочу слышать. А тут пастор что-то неправильное говорит. Нет, это то, что я услышал, и Иисус Христос на правильном месте в моей жизни, и я буду об этом говорить. Потому что, 2018 год, это время определиться, кто есть Христос в твоей жизни. Иисус спрашивает, Он хочет двинуться в твоей жизни, Он хочет сделать перемены в твоей жизни, Он хочет сделать еще больше благословений в твоей жизни, но Он хочет знать, кто Он есть в твоей жизни, Он хочет спросить у тебя, кто Я для тебя. Давайте дальше. И подозвал народ с учениками своими, начал объяснять. Знаете, я думаю, что это нелегко сказать Петру «Отодет меня сатана». Потому что сразу же люди, которые только что так превознесли Петра, у них смещение мозгов в голове произошло. как это Иисус говорит с Петром как сатаной. Иисус начал объяснять. Знаете, нам нужны объяснения. А как же поставить Христа на правильное место? Иисус говорит, кто хочет идти за Мной, кто хочет, чтобы Я стал номер один в твоей жизни. Он должен отрягтись себя. Он должен сказать самому себе, послушай, Юра, у меня в этом году будет с тобой мужской разговор. Поговорим по-мужски. в этом году ты будешь учиться отвергнуть себя. Ты должен умереть для себя. Ты должен умереть для своего Я. Ты должен умереть для своих каких-то амбиций. Ты должен умереть для своих каких-то гордостей. Ты должен умереть для своих каких-то достижений. Потому что на самом деле все, что ты имеешь, это не ты. Ты, это я, ну не я, а Господь, он говорит мне, это я, а не ты. Это я делаю в твоей жизни, а не ты что-то делаешь в твоей жизни. Написано в Библии, если он заберет свою руку, ты даже мизинцем не сможешь пошевелить. Иисус говорит, если ты хочешь следовать за мной, если ты хочешь стать моим учеником, если ты хочешь стать человеком, у которого я на первом месте, ты должен отвергнуться себя. Ты должен умереть полностью для себя. Второе, что он говорит, ты должен взять свой крест. Иисус взял свой крест, которому его пригвозили. Знаете, когда я читаю это место из Писания, я должен взять свой крест. Это я должен взять то, к чему меня пригвозят. То есть это то, за что тебя, возможно, не будут любить, за что тебя не будут уважать, за то, что тебя, наверное, будут презирать. Но это не имеет никакого значения. Это твой крест. Знаете, когда-то меня спросили, а тебе нравится то, что ты делаешь? Мне не то, что это нравится. Это смысл моей жизни. Это мой крест. И даже если на этом кресте меня прибивают, там, клевещут, там, сплетничают, там, или распинают и прибивают, для меня это, я честно скажу, мне благо, классно. Почему? Это мой крест. И Христос уже пострадал физически за то, что я могу там чуть-чуть пострадать душевно. Возьми свой крест. Если ты хочешь, чтобы Христос встал на правильное место в твоей жизни, тебе нужно будет взять свой крест. Тебе нужно будет взять то, к чему тебя пригвозят. То есть, это не будет отъемлемо, ты и твоя жизнь. То есть, 2018 год, это время, когда нужно переоценить свои отношения с Богом, свои отношения с самим собой, свои отношения в семье, свои отношения в бизнесе, свои отношения на работе. Это год переоценки. Это не год, когда тебе будет только все тебе для тебя это делать. Бог сделает для тебя все, в чем ты нуждаешься. В Матвея 6 главе написано, что Бог знает все наши нужды прежде того, как мы попросим. Он знает все твои нужды. И Он решит эту нужду прежде того, как ты попросишь, если ты поставишь Христа на свое место. И тогда следуй за мной. 35 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Знаете, если мы не поймем то, о чем мы сегодня говорим, мы будем беречь что-то. Мы будем беречь свои нервы, мы будем беречь свой сон, мы будем беречь свои эмоции, мы будем беречь свои какие-то ресурсы, мы будем беречь отношения. Как я потеряю отношения с человеком, который, к примеру, да, то есть я потерял отношения со своими друзьями. Почему? Потому что я приходил и говорю, ребята, я не могу быть в присутствии, где пьют, матерятся, курят там. И смеются над тем, во что я верю. Я говорю, или же вы принимаете то, что я есть на сегодняшний день, или нам не о чем разговаривать. Они сказали, нам не о чем разговаривать. И мы не разговариваем с этими людьми по сегодняшний день. Знаете, иногда тебе придется что-то потерять. Потому что если ты это все равно будешь сберечь, ты все равно это потеряешь. Он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот все равно ее потеряет. Если ты хочешь что-то сберечь, то, что на самом деле уже не сберегается, ты все равно это потеряешь. Но если ты поставишь Иисуса Христа на это место, ты приобретешь. Знаете, иногда если мы что-то теряем, это не значит, что мы теряем. Аня и Марсель. Марсель и Аня. У вас своя там проповедь? Я не вижу. Я почему это сказал, потому что я сейчас говорю важные вещи, а вы это не слушаете. Понимаете? Иисус говорит, если ты хочешь поставить меня на свое место, на правильное место, когда он говорит, да, кто я для вас, это другими словами. Ты хочешь сберечь свою душу или ты хочешь ее потерять? Ты хочешь сберечь свои эмоции или ты хочешь их потерять? Ты хочешь перемен в своей жизни или тебе вообще не важно? Тебе важно только ты. Но когда ты поставишь Иисуса Христа на свое место, огромное количество вопросов отпадет в твоей жизни. Он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет свою душу ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. То есть неужели хуже потерять свою душу ради Господа и Евангелия, чтобы потом ее сберечь? То есть в 2018 году это время, когда тебе будут заданы вопросы. Что для тебя важнее? На сегодняшний день сон или пойти на евангелизацию? Что для тебя важнее? Сон или там какие-то свое время провожения? Или же сделать что-то для этого города или для твоей церкви? Для чего ты живешь на самом деле? Знаете, я на самом деле смотрю на вас, вы герои. Новый год. Все празднуют, все веселятся, все кто где. А вы почти в церковь. И многим завтра на работу. И вы сидите и слушаете, я думаю, вот это герои. Это те, которые люди соответствуют вот этому местописанию. Они говорят, я хочу потерять свою душу, потерять свои эмоции, потерять свой сон, возможно, сегодня. Ради того, чтобы услышать это слово. Ради того, чтобы не пропустить молитву. Я знаю некоторых людей, которые отказали своим друзьям и отказали каким-то своим будущим родственникам. Они сказали, мы не пойдем никуда. Мы только будем праздновать и встречать Новый год в молитве и в церкви. Я думаю, это люди, которые отреклись своей души. Все, это люди, которые говорят, мне не нужно вот это то, что вы предлагаете. Для меня не это важно. Для меня важно услышать слово не по ютубу или прямой трансляции, потом повторе. А услышать живую, отдать свою душу для того, чтобы услышать слово и услышать Евангелие. И тогда я приобрету и свою душу, и своих будущих родственников, и друзей, и все остальное. Потому что слово Божье говорит, услышь слово, от которого спасется ты и весь твой дом. Понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Он говорит, а кто потеряет свою душу ради меня и Евангелие, тот сбережет ее. 36 стих. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза человеку, который будет защищать какие-то свои амбиции, будет защищать какой-то свой бизнес, где нет Христа? Который будет защищать какие-то свои эмоции, где нет Христа? Знаете, иногда смотришь на людей, он хорошо верующий, красиво молится, классно там ведет себя, там все это. Но Христа нету. Христа нету. Ни в бизнесе, ни в отношениях, ни в жизни. Мне понравилось на ночной молитве, где она дал откровение. Знаете, мы молимся против чего-то, воюем, а в своей жизни еще куча всякого чего-то, что не получается победить вот это, против чего ты молюешь. И он говорит, классное откровение, говорит, нужно встать в стороночку, открыть дверку и запустить Духа Святого, чтобы проветрил полностью все. И когда все проветрится, запах вот этот уйдет, закрыть дверь и больше туда ничего не впускать. И тогда воевать. Понимаете, вот это то, что будет в этом году. Нужно встать в стороночку, открыть двери, запустить Духа Святого, чтобы он очистил всю вот эту вот погонь, которая мешает нам воевать против козни дьявольских. И потом закрыть дверку и встать в строй. То есть в этом году, это будет время переоценки, на каком месте Иисус Христос в твоей жизни. Не в словах. Я Иисуса Христа люблю. Ты будешь нам молиться? Ну ты понимаешь. Я понимаю, но на каком месте Иисус Христос в твоей жизни. Я так люблю Христа. А ты будешь что-то делать для этого города? Знаешь, это же ты сюда приехал. Мне когда-то один человек сказал. Это же ты сюда приехал, пастор, а не я. Вот иди и делай. А мне, возлюбленному своему Богу, дает сон. Я думаю, капец. На каком месте Христос в твоей жизни. Да, я понимаю, что нужно что-то делать, но я не могу побороть себя. Я понимаю, что нужно поститься, но моя плоть намного сильнее, чем пост. Я понимаю, что нужно жертвовать. Но мои амбиции... Знаете, мы смотрели ролик на Рождестве. Я, когда Макс там показал, когда люди там покупают, уже не знают, что себе купить. Но только есть нуждающиеся, мелочь, ну, шкрябают какую-то для того, чтобы дать этому нуждающиеся. Ты же понимаешь, пастор, ну, ты живи, как ты хочешь, но у меня есть свои какие-то нужды. На каком месте Христос в твоем жизни. И какая поза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп дашь человек за душу свою. Сколько стоит душа твоя. Я помню, смотрел ролик, где, ну, стоят такие в строю, кто куда идет. Он один спрашивает, а здесь берут кредитные карточки? Знаете, кредитные карточки не нужны. Ресурсы не нужны. Иисусу нужно сердце. Иисус смотрит на сердце. В этом году Он будет смотреть на твое сердце. В этом году Он будет смотреть, насколько ты понял, что Иисус Христос номер один в твоей жизни. В этом году Он будет смотреть, насколько Он важен для тебя. В этом году Он хочет увидеть, насколько твое сердце посвящено на сто процентов. Знаете, иногда люди говорят, мне дети мешают, мне муж мешает, мне жена мешает, мне бизнес мешает, мне работа мешает. Бог может забрать это. Что, ну, поменяются ли твои слова? Когда-то, ну, одна женщина говорила, мне муж мешает. И Бог забрал этого мужа. И этой женщины нету в церкви и нету нигде. Оказывается, не муж мешает, не дети мешают, не работа мешает. Голова мешает. В этом году нужно менять голову. В этом году нужно поменять, ну, уже стать не ты глава твоей жизни, а Иисус Христос глава твоей жизни. В этом году нужно сказать, я больше не глава своей жизни. Иисус Христос глава моей жизни. Потому что я хочу не откупаться, не отмазываться, не находить какие-то причины, а я хочу найти способы для того, чтобы Иисус Христос был не просто Словом в моей жизни, а Он стал делом в моей жизни. Чтобы в этом году я не просто говорил о Христе, а в этом году я сам познал Христа. В этом году я хочу встретиться со Христом, в этом году я хочу увидеть Христа, творящего, как эти ученики. В этом году я буду противостоять всем людям, которые будут прикосновить, которые будут сбивать меня с толку, которые будут вести меня в какое-то неправильное направление. В этом году я хочу увидеть Христа, который идет из одного города в другой город, из одного состояния жизни в другое состояние жизни. Я хочу увидеть этого Христа. И если у вас будет эта жажда, как она загорелась у меня, поверьте, что-то произойдет в твоей жизни в этом году. Если ты загорелась тем, чтобы Христос стал номер один в твоей жизни, что-то произойдет в твоей семье, что-то произойдет в твоем бизнесе, что-то произойдет на твоей работе, что-то произойдет с твоими детьми. Все, что тебе нужно, это осознать, кто Иисус Христос для тебя в твоей жизни. Иисус Христа. На правильное место в своей жизни это свидетельство. Я не буду стесняться в этом году говорить о том, что я христианин. Я не буду стесняться о том, что я хожу в церковь. Я не буду стесняться о том, что Господь сделал в моей жизни, или что Господь делает в жизни моих друзей, или в жизни моих братьев и сестер. Я не буду этого стесняться, потому что я не хочу, чтобы Иисус Христос постеснялся меня. Я не хочу, чтобы Иисусу Христу было стыдно в этом году за меня. Я не хочу, чтобы этот год опять прошел мимо меня. Знаете, мне нравятся люди, которые что-то творят. Даже если они в этом году, в 2017 году сделали что-то маленькое, они уже творцы истории для Царства Божьего. Даже если вы сделали что-то маленькое, даже если вы были верны в молитве, или были верны в посте, или были верны в каком-то маленьком служении, но были в постоянстве, вы уже творцы истории для Царства Божьего. Но есть и люди, которые наблюдатели, которые просто смотрели, кто как делал и критиковали. Я не об этих людях говорю. Я говорю о людях, которые в этом году хотят отдать свою жизнь для Христа. В этом году хотят посвятить свою жизнь познании Христа. В этом году я хочу, чтобы каждый человек просто услышал, что Господь приготовил для тебя. Какое направление Он хочет для тебя. Он хочет стать на своем месте в твоей жизни. Неформально. Не по лозунгам, не по крестикам, не по наклеечкам каким-то, не по рыбкам на машинах. Он хочет стать номер один в твоей жизни. Номер один. Чтобы это было не просто фикция какая-то, формальность. Ну я же в церковь хожу. Ерунда это все, то, что ты ходишь в церковь, если в твоей жизни нет Христа. Ну я же Библию читаю. Вообще это ерунда. Даже если ты переписываешь Библию, но в этом нет, в твоей жизни нет Христа. Это ничего не значит. Павел говорит в Коринферон 13 главе. Если ты ангельскими языками говоришь и разбираешь все пророчества, но нет в тебе любви, это другими словами, нет в своей жизни Христа. Ты медь звенящая. В этом году нужно поменять все в своей жизни. Сказать, Господи, я не хочу жить, как я жил до сегодняшнего дня. Я не хочу, Господи, больше думать, как я думал. Я не хочу больше жить без Тебя. Я не хочу, чтобы что-то делать без Тебя. Я не хочу, чтобы в этом жизни просто делать какими-то своими усилиями, потому что я знаю, как только ты придешь в мою жизнь, как только ты станешь главой моей жизни, моей семьи, моих детей, моего бизнеса, моих работ, моих служений, как только ты станешь хозяином этой моей жизни, я знаю, что все пойдет по-другому. Итак, 2018 год, это год, когда нужно определиться, на каком месте Иисус в твоей жизни. В этом году Иисус спросит у каждого из нас. Я не знаю, каким это будет способом, в какой город он будет идти, или в какое направление он будет идти в твоей жизни, я не знаю. Но каждый из нас услышит этот вопрос. А я важен для Тебя? Действительно ли я настолько важен для Тебя, что ты готов отречься от этого? Действительно ли настолько я важен для Тебя, что ты готов сказать «нет» тому, что все твои фибры твоего организма кричат «да»? Насколько это важно, что ты в этом году найдешь взаимоотношения со мной, где ты скажешь «я больше не стесняюсь от того, что я христианин», что я человек, который знаю Христа. Я не стесняюсь больше, я не боюсь больше, я не хочу приобрести все, что предлагает этот мир. Мне это не нужно. Мне нужно приобрести Христа. Мне не нужно очередное что-то. Мне нужно приобрести Христа. Мне не нужно какие-то мои экстра эмоции получить. Мне нужно получить эмоции от взаимоотношений со Христом. Давайте поднимемся, будем молиться.